Москва. Дом российского исторического общества. В этих стенах состоялась презентация академического издания «История России в 20 томах». Участие в мероприятии принял председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин. Первый том многотомной истории России. Он охватывает 7-вековой период с 6 по середину 13 столетия. Именно в это время восточные славяне впервые выходят на историческую сцену, формируется древнерусское государство, возникают его главные центры – Новгород, Полоцк, Киев. Фундаментальные аргументы, приведенные в этой книге, над которой работали лучшие ученые-историки нашей страны из 11 регионов, «Камня на камне» не оставляют от псевдонаучной теории, якобы существовавшей в ту пору, так называемой Украине-Руси. «История России в 20 томах» – многотомное издание, масштабный проект по написанию единой научно-выверенной отечественной истории. Разработка серии началась еще в 2013 году, после того, как Владимир Путин поручил профессиональному историческому сообществу организовать работу по подготовке современного академического издания «История России». «История России» – это одна из фундаментальных дисциплин, которая преподается во всех вузах страны, на всех направлениях подготовки. И для преподавателя этого курса появление соответствующего академического издания, серьезно дополняющего, готовящийся сейчас учебник, будет очень и очень полезно. Первый представленный том – это 1055 страниц. Он рассматривает период от заключительного этапа великого переселения народов и вплоть до крещения Руси. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 29 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции. В постсоветский период ситуация была такова, что за эти 30 лет у нас такого сводного обобщающего труда не возникло. Вот это был исходный пункт понимания того, что такой проект, такое издание, такая серия необходима для страны, для нашего общества. Это является и академической фундаментальной базой научных исследований. Это издание будет, я уверен, таким своего рода камертоном при подготовке учебных пособий для средней школы, для вузов. Одним словом, мы оставляем вот этот труд, как наше наследие для будущих поколений. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Ответственным редактором первого изданного тома выступил доктор исторических наук Антон Горский. Почти 40 авторов участвовали в работе над томом, которая заняла в общей сложности около 10 лет. Из 12 городов России, от Петербурга до Махачкалы, от Москвы до Владивостока. Все главы являются авторскими, высказывают многие авторы свои точки зрения, иногда дискуссионные. Но главное, что в этих разделах подводится итог изучению истории России, государств и народов на территории России, 6 по 13 век. Подготовкой публикации советского многотомника занималось издательство «Наука». Оно же взялось и за выпуск современного многотомного издания. Фундаментальный труд уже близок к завершению. Оставшиеся тома планируют выпустить уже в следующем году. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества»